Конструктор страниц. Мы продолжаем с вами настраивать шаблон UMACAI от конторы UTEM на фреймворке ULKIT. И в этом видео мы с вами будем настраивать уже второй экран. Изначально в демо он выглядит вот так. Меня зовут Федор Васильев. Подробнее в этом видео. Итак, в прошлом видео мы с вами настроили полностью первый экран. Он, я думаю, практически не отличается от демо шаблона. Вот вы сейчас увидите, здесь у нас есть уже подвал, который мы делали ранее. И первый экран готов. Давайте теперь в этом видео посмотрим, как устроен второй экран. Реализуем его так же, как в демо. Но сначала посмотрим на демо. Вообще смысл, посыл второго экрана. От нас надо сначала понимать, что здесь и зачем он нужен. То есть, опять же, чтобы даже понять, что здесь, достаточно будет, наверное, просто перевести вот эти строки и понять посыл именно вот этих картинок. По идее, я уже посмотрел заранее, да, это идет демонстрация каких-то внутренних страниц, возможно, блога и какой-то информации. То есть, если мы просто кликнем по любой из этих картинок, мы попадаем на внутреннюю страницу того же сайта, где, как я полагаю, раз мы видим здесь евро, то есть, цена, возможно, обучение на владение серфингом, да. То есть, это просто внутренние страницы, переход на внутренние страницы. Сейчас мы просто учимся именно смотреть, как здесь все устроено. Потом, конечно же, вы создадите сайт именно тот с теми ссылками там и с тем отображением, как вам это требуется. Сейчас главное понять, как все работает. И начнем, конечно, с бэкграунда. Понять нужно, что здесь такое. Казалось бы, просто фон, просто белая заливка, но нет. Мы видим здесь тонкая рамочка. На самом деле, сзади у нас идет бэкграунд картинка, но она у нас SVG формата. Я уже ее нашел. Это вот эта вот картиночка. На самом деле, на белом фоне просто идет там такой круг. Да, кстати, если вы повторяете за мной, и у вас возникнет вопрос, где я скачал все картинки, в быстром старте, то есть, вместе с шаблоном идет быстрый старт. То есть, предустановлены настройки Joomla и шаблона. То есть, я вам покажу прямо наглядно. То есть, вот Joomla вся развернутая. То есть, это демо. Именно демонстрация. Корневая папка Joomla. Здесь папка images, папка utem. Заходите, и все-все картинки, используемые на этом шаблоне, они все здесь в одной папке. Давайте сначала решим вопрос с SVG форматом. В прошлом видео у нас были проблемы при загрузке картинок. Давайте в админке нашего сайта переходим. Можно перейти в Media Manager. Здесь перейдем в настройки. Если вы используете сайт 1, то есть, вы администратор, у вас просто лендинг, у вас нет доступа, регистрация других пользователей, пользователи не могут загружать вам никакие картинки, то можно, в принципе, ни о чем не переживать. И вот это ограничение на загрузку просто нажать нет, отключить. В таком случае SVG загрузится без проблем. Далее, после этих действий, вот здесь разрешенные расширения, вот мышкой кликайте, просто оттягивайте вправо, чтобы увидеть последнее вот это расширение. Но здесь перечислены расширения разрешенные. В самом конце ставьте курсор, ставьте запятую, и поставьте, вот как я, формат SVG. После этого мы нажимаем сохранить-закрыть. Далее, прямо здесь мы можем нажать загрузить. И прямо вот в эту область я могу перетащить нужное изображение вот такого вида и загрузить. Вот у нас показана загрузка завершена. SVG загружен. Вот здесь вот у меня есть другие SVG, это видно. И самое главное, мы загрузили в background. Все, препятствий никаких нет. Возвращаемся в наш шаблон. Заходим в кастомайзер. Так, у нас только один экран. Переходим в конструктор. Чтобы добавить еще один экран ниже, вот мышкой вот здесь вот просто где-то внизу наведите, увидите вот такой вот плюсик. Кликайте по нему, добавляется новая секция. Также можно, чтобы вот эта секция слова не оставалась, можно переименовать его на свое слово. Но я буду все использовать из демо данных. И сразу здесь вот, вы видите, внизу появляется некая белая полоса. Мы подключили второй экран вот здесь вот. Заходим вот сюда вот по карандашку. Давайте сначала разберемся с background. Здесь я перехожу сразу дополнительно. Имя второго экрана. Назову его второй экран, например. Сохранить. Назад. И вот здесь вот, вы видите, да, просто помечаем для себя второй экран. Возвращаясь в настройки. Стиль оставляем default. Дальше изображение кликаем. Давайте загрузим наше изображение. Кстати, мы же его с вами уже загрузили. И вот он. Я его здесь по названию вижу. Хотя картинки здесь не видно. Нажимаю выбрать. Вот здесь вот, если вы видите, такая тоненькая рамочка. То есть вот это вот заднее изображение белого цвета, по сути, с таким каким-то кругом белым. Далее захожу. Изменить настройки. Здесь ничего не трогаю. Размер оставляю авто. А вот здесь вот я выбираю top right. Сверху и справа. Вот сюда у нас мы видим круг смещается. То есть так же выглядит у нас это в демо примере. Нажимаем назад. Дальше. Цвет текста нет. Default. То есть эти два поля я оставляю как есть. А вот развернуть одну сторону. Я выбираю вот этот вариант. Высота. Не трогаем. Дальше смотрим. Внутренний отступ. Я выбираю вот этот вариант. Дальше вот это все оставляю как есть. И вот этот заголовок. В прошлом уроке я говорил, что это такое. Можете что-то здесь написать. Дальше left выбираю центр. Слева. Ну это все оставляем как есть. Нажму сохранить. Теперь добавляем контент. Нажимаем назад. Первый у нас тоже headline идет. То есть если мы посмотрим на демо, здесь у нас текст, текст. Добавляем то же самое. По плюсу кликаем. Выбираем headline. Заходим внутрь. Здесь мы пишем какой-то текст. Я беру с демо примера. Переходим в настройки. Заголовок, стиль, уровня, h3. Оформление. Нет. Здесь выбираю вот этот вариант. Вот он, видите, как будто прописные буквы. Так же как в демо. Цвет не трогаю. Здесь выбираю div. Дальше по настройкам. Внешний оступ. Выбираю вот этот вариант. С данным текстом закончили. Сохранить. Назад. Нажимаем плюс. Еще раз добавляем headline для другого текста. Кликаем по нашему headline. Пишем какой-то текст. Я опять же беру текст из демо примера. Переходим в настройки. Стиль. Я выбираю вот этот вариант. Дальше три параметра. Оставляем без изменений. Здесь h2. Чуть ниже по настройкам. Внешний оступ. Вот здесь я выбираю вот этот вариант. Максимальная ширина. Выбираю xx length. Заголовком закончили. Сохранить. Назад. Далее у нас с вами идут 4 картинки с ссылкой. Нажимаем у нас здесь плюс и добавляем новый для нас плагин галерей. Галерея. Вот она галерея. Выбираем ее здесь. Заходим внутрь. Сразу добавляем элемент. Добавить. Загружаем. То есть у нас это 4 картинки. Каждая из них 1220 на 1830. Одинакового размера. То есть имейте ввиду, если будете подготавливать свои изображения и хотите, чтобы они были такого же вида. Я их выделяю. Открыть. Загружаю все. Выбираю первое изображение. Дальше. Вставить. Дальше здесь по настройкам у нас при наведении. Видите, она уже затемняется синим. Пока нету доски. Как в демо примере вот здесь. Здесь по настройкам вот этот вот заголовок. То, что тут у нас на картинке появляется при наведении. Что-то пишу я. И вот эта демо здесь уже появляется. Дальше ссылку можете сразу проставить. То есть кликнув, либо указав ссылку, либо кликнув по выберите файл. То есть именно файл привязать какую-то картинку. Ну для скачки, я полагаю. Или это ссылка. Если это на внутреннюю страницу какую-то, пускай это у меня все будет вести на какую-нибудь статью. Выбираю. Здесь уже не важно. Далее у нас при наведении такая иконка появляется доски вот этой, да, серфинга. И естественно, если у вас что-то свое, это может быть любая картинка поверх. В данном случае у нас SVG готовая картинка с данной доской. То есть вот мы где ссылку разместили, ниже вот здесь вот изображение при наведении. Как раз таки мы загружаем здесь свое. Она называется, эта картинка, Home Services Overlay SVG из папки Demo. Я ее здесь выбираю, открыть, загружаю. Вот она, я вижу здесь доска уже подготовленная, выбираю. Выбрать. У нас с вами практически получается все. Есть только Redmore кнопка, которую мы отключим, потому что у нас здесь именно в примере такой кнопки нет. Здесь мы закончили, нажимаем сохранить. Нажимаем назад. Эти все галочки оставляем также включены. Я ставлю на паузу и добавляю еще три изображения. Это все делается по аналогии. Чтобы не тратить ваше время, вы тоже сейчас загрузите еще несколько изображений. Так как изображение у нас уже загружено в Media Manager, вы теперь нажимаете добавить из. Здесь выбираете Media Manager и выбираете нужное изображение. И потом заходите в настройки. Итак, я все загрузил. Изначально у меня выглядит не так, как на демо. У нас четвертая выбивается картинка. Давайте здесь перейдем в настройки. Посмотрим, что здесь нужно сделать, чтобы выглядел как в демо. Здесь расстояние между ячейками я выбираю маленький. Дальше колонки. Смартфон в портретном режиме я ставлю две колонки. Планшет-альбом. Выбираю четыре колонки. Остальные я оставляю без изменения. Вот как только сделал четыре колонки. Вы видите, четвертая картинка перемещается в один ряд с другими тремя картинками. То есть уже у нас что-то похожее, как в демо. Далее вы на досуге можете поиграться с другими настройками. В данном случае вот фильтр и лайтбокс я пропускаю. Двигаюсь дальше. Элемент оставляю нет. Максимальная ширина. Наложение эффект оставляю без изменения. Прокручиваю дальше. Изображение ширину я выставляю 610 пикселей. Остальные настройки не трогаю. Параметры заголовок и мета тоже прокручиваю. Дальше прокручиваю до ссылки. Здесь я выбираю элемент. Дальше прокручиваю общие. Здесь оставляю статик. Так, оставляем здесь все как есть. И все остальные настройки, в принципе, я не трогаю. Нажмем здесь. Сохранить. Назад. У нас еще имеется вот эта настройка. Вот здесь вот карандашик. Давайте сюда зайдем. Изменим расстояние между ячейками сетки. Возьму смел. Прокручу до внешнего отступа. Здесь выберу вот этот вариант. Сохраняемся. Назад. Давайте пройдем на сайт. Обновим страницу. На главную страницу. У нас с вами практически все готово. Вот сбоку текст. Вот здесь вот, который мы добавляли. Наши картинки. По клику меня перебрасывает реально на статью данного сайта. И здесь это все работает. Дальше. Посмотрим. Адаптивный дизайн. Колонки перестраиваются. И смотрится все достаточно неплохо. И первый экран тоже. И есть небольшое отличие. Если мы посмотрим внимательно на картинке overlay при наведении наша доска SVG изображения, его достаточно плохо видно. Если мы с вами посмотрим на демо примере, она достаточно отчетливо видна. Последний штрих в этом уроке, который мы с вами сейчас доделаем. Мы с вами переходим в галерею. Переходим с вами дополнительно. Здесь ксс. Вы проставляете переменную z-index. То есть вот такую строчку кода. Данный код позволяет перейти как бы на первый план. Чтобы ее более отчетливо было видно. Соответственно данную строчку кода я оставлю на сайте под уроком. Напоминаю, кто не знает. На моем сайте fedorvasilv.com вы перейдете уроки Joomla. Далее вы перейдете вот здесь вот шаблоны. Здесь будет 11 урок. Найдете. И здесь у меня помечено этот урок 8. Будет 11. Зайдете внутрь. Там я оставляю все необходимые материалы к урокам на сайте именно. То есть какие-то кусочки кода. И соответственно вот этот код, чтобы просто вам от руки не писать. Или просто посмотрите как у меня это видео и от руки напишите. Для тех кому лень, просто скопируйте и также вставьте в поле ксс. И сохраните. И тогда будет у вас вот как было. Не видно доски. Обновляемся. Вот доску видно отчетливо. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok